Вот и все, где эти люди, у них не было, немало баба хлопотов купила порося, теперь им надо ходить в суд, а если вдруг в суде выяснится, что они заплатили деньги, они же здоровы, эти люди, ходили по городу и всем рассказывали о том, что они заплатили 5000 долларов за того человека, чтобы ему отрубили уход. И один добрый человек, как потом выяснилось, оказался с видеовоспроизводящим устройством, который записал этот публичный монолог, лица, который заплатил 5000 долларов. То есть, ей сейчас выяснится еще ко всему же, например, что всем станет известно, что человек ходил по городу и рассказывал, кому не попали, что он заплатил конкретным фамилиям, конкретную сумку денег за конкретные вещи. Если ты на видео зафиксировал, то отрицать этого человек что? Не сможет. Но тогда что произойдет? Милиционерам нужно будет сделать все, чтобы с этим человеком что-то случилось, по причине того, что им нужно будет как-то оправдаться, что они не правят, не правят эти... Да, от милиции сейчас стоили. То есть, я так полагаю, что ситуация может кардинальным способом, чтобы измениться. Те, кто были обвиняемыми, станут свидетелем, а те, кто были свидетелем, станут потерпевшими, станут обвиняемыми. И это единственный выход у милиции в этой ситуации, чтобы они милиции в УЧС стоили. Потому что, вы видели, Янукович сейчас из органов людей увольняет только за то, что показали видеосъемку по телевизору, что кто-то не хотел на украинской мове разбавлять и сказать его птичьим языком, это он назвал. Пелячьим языком. Вы видели, да? Да. Только за это уволили человека из органов. А вы представляете, за взятку публичную, которую обсуждает весь город. Что будет с человеком? Представьте сейчас, при охоте на веянии. То есть, по сути своей, я вам на этом примере, он собирательный пример. То, что я вам рассказал, что я вам рассказал, он придуманный мной в части этого примера. Но, на этом собирательном образе я вам рассказал о том, как люди, думающие, что они кому-то делегировали полномочия за деньги справляться с их скоростными режимами, попали в ситуацию, то есть, то, что я вам рассказал, это по всеместному. Происходит. Да туда я сказал, Юрий. Слышно. Паяк, да? Осторожно. То есть, ситуация банально проста, что таких ситуаций, вот эта вот собирательная ситуация, она, похоже, идентично, 30 тысяч раз на Украине уже была, повторялась. То есть, да, развернусь еще одну ситуацию. Некая служба безопасности в городе Запорожье существует. Ну, допустим. Несколько лет назад некий сотрудник органов внутренних дел позвонил мне, так как он учился со мной вместе на одном факультете и сказал, что ему нужна моя консультация. Ну, я ему сказал, что подобного рода консультация по телефону я давать не буду, как бы я приеду в Запорожье, там такого числа, готов смыслиться и проконсультировать. Рассказывает он мне ситуацию. Некие лица валились на предприятие, арестовали под предлогом, ну, под заказ некого сотрудника аппарата безопасности, некого концерна в Запорожье. После этого возбудили в отношении него некое там уголовное дело, фу-флок. И почему-то резко все съехали, а передали этому следователю дело, он говорит, я не могу понять. Он следователь, я не могу понять, что мне делать с этим уголовным делом. Потому что уголовного дела там нет никакого, то есть, как бы, но оно возбуждено, и мне его надо расследовать. Но как только я начинаю пытаться его расследовать, там, подключать оперативников или какого-то, все, вплоть до рапорта, из органов, не будем заниматься и все, не хотим. Я ему говорю, можно я посмотрю досье этого человека, ну, то есть, родился, крестился, учился. Открываю первую страницу, написано. Московское высшее командное пограничное училище имени Моссовета. Образователь человек. Я говорю, читай. Он говорит, а что? Тут такого. Ничего с ним. Вы ждете кого? Адвокат. Адвокат, правда? Для того, чтобы начать. Они не знают, что такое адвокаты. У него другое образование. Человек, который перед тобой, он профессиональный диверсант. С академическим образованием. Они не понимают, что такое адвокаты. Не знают даже такого слова. Адвокаты. Говорят, вы хоть слово от него добились, когда вы с ним возговорили? Нет. Я говорю, сделай фокус. Пригласи его в центре города, где-нибудь, в видном месте, чтобы все знали об этом. Что ты за с ним будешь встречаться. Доложи начальнику. И задай ему один вопрос. Я ему написал вопрос на бумаге. Больше ничего не страшно. А я в машине тебя подожду. Он его пригласил. Тот с удовольствием приехал, поставил машину, зашел, сел перед ним в джинсовом костюме. Тот задал ему вопрос. Тот что-то как-то вышел, сел в машину и уехал. Я говорю, что он тебе сказал? Он говорит, ничего. Он мне сказал. Он как-то нехорошо улыбнулся. Он нехорошо улыбнулся. Я тебе предлагаю сделать так. Нет, я предлагаю. Я тебе предлагаю. Действительно, так сложно очень проводить. Я не знаю, как его отключить, Саша. Отключи звонок. Да, вы как бы без звука поставьте телефон, чтобы он мне. Да. То есть, смысл в чем? Я говорю, я тебе предлагаю прекратить уголовное дело, прекратить уголовное дело и забыть про этого человека вообще на всю оставшуюся жизнь. Он говорит, я не могу. У нас же это. Я говорю, ну ты лепши рапорт. Побывали они. Без водорода. Почему? Он говорит, потому что у тебя жена и двои детей. Вот почему. Все, что я тебе могу посоветовать в этой ситуации. У тебя жена и двои детей. Пиши по сторонам. То есть, те люди, с которыми ты связался, они не бандиты, не криминал, не гангстеры. Они вообще не имеют к этому ничего. Но в отличие от этих, от всех, эти работать умеют. И ты один против них всех не издюжишь. То есть, от тебя откажутся, открестятся все милиции. Уже открестились. Так как ты один остался и мне позвонил. Понимаешь? Уже от тебя все открестились. А если ты мне уже позвонил, аж в Киев, аж в Киев мне позвонил. Значит, тебя уже все открестились за коржи. Поэтому просто пиши раб. Побывали они. Целее будешь, а себя ты целее будешь. Вот это единственное, что я могу порекомендовать. А те, кто взяли деньги, за это, за все, на них не смотри. Тебе они не нужны. Ты за себя. Беспокойся лично. За себя. А они пусть занимаются. Но он прекратил уголовное дело. Этот парень. Поскольку мне известно, опять же, бабушка на двое сказал. Я что, не участвовал в этом во всем. Просто дальше проконсультировал просто человека. Но он прекратил, как он мне сказал, уголовное дело. Ну и все исчерло. Растворилось, как из белокятра. То есть, обратите внимание. Мы в 21 веке видим, что как бы попытка искать точку опоры или переложить ответственность на другого человека за свою безопасность ведет к тому, что вы начинаете что? Абсолютно не контролировать ситуацию. И без наличия механизма реагирования, механизма реагирования вот этого агративно-тактического в окопу, у вас полная опасность. Притом везде. То есть, 21 век требует не просто какой-то безопасности, а он требует оперативного управления. Я бы так сказал. И с военной точки зрения, он требует оперативного искусства. Управление войсками вот здесь. Здесь и сейчас. А это что? Всегда. А это всегда чревато. Для некого лица. Некими что? Непониманием неких расходов, которые он должен нести в силу того, что он не способен справляться с этой скоростью. Понимаете? Вот в чем чревато. То есть, бизнесмен считает, что вот эта скорость не стоит денег. Не стоит денег. Никаких. Зато убытки он считает по концовке нормальными. То есть, но тогда я бизнесмен, всем говорю, вы бы поделились убытками с кем-то. Я вам предлагаю поделиться убытками с кем-то. То есть, вместо того, чтобы платить деньги неким специалистам, поделитесь убытками. То есть, сколько у вас убытки были в прошлом месяце, да? Поделитесь их пополам и отдайте неким специалистам вот сюда эти убытки. Тогда вы останетесь вот с этой суммой денег. То есть, так я объясняю бизнесменам сейчас необходимости знаний в области безопасности. Необходимость знаний в области безопасности. Поделитесь убытками. Отложите денег. Когда это же сложится, денег не будет. Соответственно, никому не сможете обратиться за помощью. Никто не возьмется бесплатно решать ваши проблемы. И когда человек приходит, и вот в таком состоянии, отсутствие уже денег каких-либо, и говорит, помогите мне, то получается так, что никто не берется за это дело, потому что уже нет никаких даже расходных денег для решения этой задачи. Соответственно, эта вертикальная скорость, она его что добивает, ретрансформированная в горизонтальную. Соответственно, он становится банкротным. Бизнес, который остановлен, распродан, возломан, и таких сейчас 5 человек в неделю в Украине в одном городе уходит. То есть, если вы сейчас посмотрите статистику по реестру банкротства, то где-то умножьте 5 фирм в неделю на 27 регионов Украины. Вы получите приблизительную цифру банкротства в Украине за одну календарную неделю. Потом умножьте это на 4 и получите за месяц эти банкротства. То есть, столько предприятий превращаются в пыль еженедельно, ежемесячно и так далее. И вся проблематика, вот, либо нету способности справляться с этой скоростью, либо обратились не туда. То есть, еще в 2005 году я сказал, что вертикальное преимущество в 21 веке исчезнет. Вот это преимущество в искусственной иерархии творения исчезнет. Но, ребята, пришедшие к власти, решили это что? Опровергнуть. Они сказали, что вертикальное преимущество будет что? Сохраняться. И такие пытаются это доказать. Но, количество банкротств говорит что? Об обратном. И уже сейчас, бизнесом практически в Украине никто что? Не занимается. Все занимаются либо торговлей, либо деребасом бюджетных средств. Понимаете? Уже бизнесом в Украине потихонечку, он тает на глазах. То есть, было вот такое количество бизнеса на Украине. И вот оно пошло, давление системы координат, и оно становится что? Вот таким вот количеством бизнеса по сравнению с одним домом. Видите? Разница. И все это пока не исчезнет. Бизнес, и не появится новый бизнес формата 21 века. То есть, сейчас это вертикальная скорость. То есть, неспособность справляться со скоростью заставляет людей справляться с силой. А это значит думать о чем? О том, как из-под этих сил выйти. То есть, если я не могу справляться со скоростью, мне надо каким-то образом что? Научиться справляться с некими силами. То есть, когда исчезает скорость, вы уже гарантированно с ней справиться не могли, то возникает что? Степень угрозы определенная. То есть, тот интервал в 21 веке, который расположен между началом некого сценария, который вы не увидели, его последствиями. Понимаете? То есть, моментом, когда в тебя врежется некое что? Сила. И она как раз и требует вот этого механизма оперативного что? Реагирует. Вот это неспособность справляться со скоростью приводит к тому, что человеку как-то надо принять силу. Ударом в него входящего. И именно что? Ведь удар можно принимать по-разному, да? Если я его фронтально прямую, в напряженном состоянии вряд ли я что? Получу полное поражение. Разломает. Если же я что? Где-то плоскость ставлю. Одна сила уйдет мимо меня, да? Где-то здесь вкручу вторую руку, чтобы другая сила мимо меня пошла. Я эту уберу. То есть, другая конструкция, она попадет в некое что? Разбалансированное состояние меня атакующее, да? В силу этого я могу что? Если умею еще управлять точками опоры, где-то сместиться, чтобы что? Решать эту задачу как-то дальше. То есть, при отсутствии вот этого механизма реагирования, о котором мы говорили, у тебя не только нет возможности справляться со скоростью, но нет и возможности справляться что? С силой. То есть, если не будет этого механизма реагирования, то есть, он как раз и нужен, если вдруг ты не справишься со скоростью, чтобы кто-то помог справиться что? Силой. Добавил тебе силы. Понимаете, да? А если нет этого механизма, то тогда извиняюсь, ты по полной программе, и твой бизнес будет справляться с чем? С силой. И вот тут как раз самое важное в 21 веке то, что происходит. Скорость перенесения этой силы, что с одной точки к другой, очень велика. очень велика сама по себе. Понимаешь? Да. И бизнесмен что? Он обычно, живущий на автомате, он его даже начало движения этой силы к себе, он его даже не видит. Он его даже не видит. Он видит уже эту силу, когда она что? В него врезалась. Понимаете, да? В силу этого, при сегодняшней неспособности человека справляться с силой и скоростью, надо придумывать какой-то механизм, который бы гарантировал, что если ты не справился со скоростью в пятой колонии, то уж точно до тебя не достанет, потому что существуют некие эшелоны обороны, которые как бронежилет тебя защищают даже при попадании в твое предприятие некой силы. Ну, то есть, представьте себе, если бы на место Оксаны дал бы ей нож, а здесь повесил бы 10 кусков масла вот такого размера, а сам бы стал за четвертый кусок масла. Ей бы легко меня ударить было. Ножом. Очень сложно. Правильно. Ей нужно было бы сначала один кусок масла отодвинуть, потом второй, потом третий, потом четвертый, а только потом, а я уже увидел качающиеся куски масла и могу просто сместиться. Когда она придет туда, я уже здесь стоя буду. Я уже здесь стоя буду. Понимаете? То есть, я снижаю как бы скоростной режим. А раз я снижаю скоростной режим, то и силовой эффект будет какой? Никакой. В этом-то вся и проблема. Почему сила такая разрушительная в 21 веке, в отличие от 20 века? Там худо-бедно. Скорость была какая? В 10 раз меньше. Поэтому в большинстве случаев удар был какой? Ожидаем. А является сокрушительным удар только какой? Неожиданное. А вот как раз 21 век, когда был век неожиданности. Скорость 10 раз увеличилась. То есть, мне кажется, что еще много времени до завершения сценария, а его нет вообще. Осталось 2 часа. Или 3, или 10, или 15, или 20 часов. Я напланировал себе на 3 месяца куда? Вперед, а у меня все закончилось через 5 дней. И я не могу себе отдать отчет в этом. Не могу себе отдать отчет в этом. По причине того, что я привык к скорости 20 века и отчет всего, что я использую для решения задач системы автоматизма человеческого тела. То есть, мое время течет, как текло тогда. А внешнее время в окружающей среде течет в 10 раз быстрее. То есть, я постоянно натыкаюсь на некие препятствия в своей деятельности, которые меня останавливают постоянно. А один буддистский монах когда-то сказал, что если что-то очень долго останавливает, оно умирает. Так и возникают новые вопросы. Один буддистский монах когда-то сказал, что если что-то очень долго останавливает, то оно умирает. Понимаете, да? Ну что, если вы будете постоянно меня атаковать, я вас буду постоянно останавливать, то рано или поздно вам перехочется меня атаковать. Правильно? А если вам еще и больно станет после первой атаки, то вам сразу перехочется меня атаковать. Понимаете? Следующая атака уже будет с опаской. Вот той, о которой мы говорили. А если станете еще больнее, а если станете еще больнее, то что? У вас еще большая оглядка станет опасной при следующем ударе. Так и внешняя среда. Она вся живая. Внешняя среда. Она атакует вас. Не прямо. А за счет что? Увеличение скорости. И выставление вам препятствий. Неких, с которыми вы вынуждены что? Справляться, разбиваясь об этих препятствиях. То есть никакая внешняя среда, Бог вам что? Не вредит. Вам просто выставляют что? Скоростной режим, и впереди препятствия. Вы успели затормозить? Хорошо. Нет, бошку расшивали об этой препятствии. А почему возникают препятствия? А потому что существует как резонансный градиент, так и энергетический. И то, что вы летите, это на резонансном градиенте. Но впереди вас ждет что? Обязательно энергетический градиент. Когда вы на физику приходите, вы обязательно стукаетесь в стену. Потому что существует как энергия, так и резонанс. Обязательно препятствует. В силу устройства самого градиента. Понимаете о чем? Я говорю, Саня, понимаете? Все равно препятствие возникнет. И если вы способны, как бронетанковая колонна, пройти по этому препятствию, ну просто не заметить его как танком, проехать, то отлично, вы справились со скоростью, вам не пришлось справляться что? Силой. Или вы справились с силой, вам не пришлось справляться со скоростью. А если, извините за выражение, вы либо уклонились от этого препятствия, как-то сработали, либо проехались за счет большей массы, чем это препятствие по нему, не останавливались. Ну, в честь вам и хвала. А если у вас таких препятствий не одно, а пять выстроили, пять барьеров выстроили, то один из пяти барьеров вас таки успокоит. То есть вы попадаете в эшелонированную оборону, вместо того, чтобы вам выстраивать эшелонированную оборону. То есть у человека нет этой эшелонированной обороны на предприятии, у него самого и так далее и тому подобное. Он вынужден что? Постоянно бороться со скоростью, понимаете? Но когда она у него есть, она всегда впереди него живет, эшелонированная оборона. И тогда что? Попадая в некие препятствия, препятствия становятся эшелонами обороны. Вы начинаете препятствовать, что препятствия использовать, а не зависеть от них. И тогда происходит что? Вы умеете управлять эшелонированной обороной, можете управлять и препятствиями. И вот так возникает что? Некая управляемая дистанция. Некая управляемая дистанция. Или группа управляемых дистанций, где вы применяете к дистанции задачу цикла класса управления вместо задачи цикла класса выживания. А управляется дистанция посредством горизонтали. Наличие у вас понимания о действии и устройстве эшелонированной обороны. Понимаете? Потому что у всех людей эшелонированная оборона существует. Они просто не знают об этом, что этот штырь существует у них постоянно. Что диапазон завален и этот диапазон и есть этот штырь. И что если вы не можете с этим штырем работать, управляться этим штырем, который впереди вас, сбоку вас, влево, вправо, назад, он круг целый. Горизонтальный некий. Неких эшелонов длины, управления дистанцией, управления плоскостями, управления дочками опоры. Если вот этого всего нет, то всего нет. Вы не понимаете, что вам нужно сделать на какой-то... У вас нет инструментария зацепленного за каждый из этих эшелонов. Как работать тем или иным инструментарием? У вас возникает, что проблематика справляться с препятствием при отсутствии возможности справляться с скоростью. Сразу. Потому что эта эшелонированная оборона, она превращается в препятствие вместо другого. То есть вы не справились с плоскостью. Вы не справились с точкой опоры, с освещенной точкой опоры. Вы не справились с дистанцией. Вы не справились с клином или мостом. Вы начинаете не справляться. Когда вы это не применяете, не используете, вас, внешняя среда, тренирует. Цель тренировки внешней среды, научить вас работать с этой эшелонированной обороны, заставить расти духовно вверх, выйти за порог скорости на уровень силы. И заставить двигаться дальше. Но человек что? Он вот этих вещей, понятий этих что? Не имеет. Поэтому он всегда что? Пытается уйти от какого-то препятствия. Единственный метод, который у него получается в этой жизни, это уходить от препятствий. А уход от препятствий не гарантирует не возникновение нового препятствия. Вы же понимаете, если вы ушли от одного препятствия, сместились вправо, это не успели сместились. Это не значит, что не возникнет следующим. Оно может возникнуть, а может не возникнуть. В этот момент времени может возникнуть через какой-то другой момент времени. Понимаете? Не важно. Препятствия все равно будут что? Возникать. И если вы умеете с этими препятствиями что? Справляться. То проблем у вас никаких что? С этим не будет. А если вы не умеете справляться с этими препятствиями, то у вас будут проблемы. Потому что вы будете разбиваться в эти препятствия постоянно. А каждое разбитие препятствий, это по сути свои неудачи. Так человек классифицирует неудачу. А эта неудача что? Всегда для человека, что играет злую шутку. То есть это финансовые потери. Это финансовые потери. Это убытки. Поэтому я с вами говорю, поделитесь убытками с кем-нибудь. Не надо платить деньги безопасности. Не надо платить деньги адвокатам. Не надо платить деньги консультантам. Поделитесь с ними убытками. Отдайте половину убытков адвокатам. А вторую половину заберите себе в карман. Потратьте на своих детей или на кого-нибудь. Вам же все равно отдавать убытки. Какая у вас разница? Вам же все равно платить убытки. Тогда половину отдайте адвокат, а половину положите себе в карман. Честно. Просто поделитесь убытками. Я всегда говорю бизнесменам. Не надо платить деньги специалистам. Поделитесь убытками. Просто поделитесь убытками. Вот это правильно подходит. Делиться убытками с несколькими людьми, чтобы вторую половину убытков положить себе в карман. Это подход финансиста. Подход финансиста. Грамотно, в принципе. А может быть это убытки в другую природе в этом случае? Ну конечно. Но я просто им говорю, что поделитесь убытками. У вас будет честная возможность половину убытков положить себе точно в карман. В таком случае. Если вы поделитесь убытками пополам, то половину вы положите себе в карман. Заработайте деньги. Железно. А так заплатите и то, что должны были заработать, и еще половину. По сути своей. Это первая проблематика 21 века. То есть механизм, который я сейчас и писал. Это первая проблема 21 века. Это только начало работы. Это первая проблема. То есть механически, на биомеханическом уровне это выглядит так. Поднимаемся до уровня психики. Поднимаемся до уровня психики. Тут другая проблема. Другая проблема. Психика человека это знание и способность. В чем проблематика сегодняшнего мира? Современная классическая наука полностью себя дискредитировала в глазах. То есть пропала надежда. Пропала надежда у большинства людей. То есть современная классическая наука, она полностью дискредитировала себя. Соответственно, люди подготовленные кадром на базе этой науки, они тоже себя полностью что? Дискредитировали. Люди, которые говорят, что у меня высшее образование, смешно сегодня звучат. Для бизнесмена, человек, который говорит, что у меня высшее образование, это обыденность. Раньше этим можно было гордиться, потому что ни у кого не было как бы высшего образования. Там еще на рубеже, может быть, 30-х годов и так далее. В Советском Союзе уже у всех было высшее образование. А те, кто заканчивали техникум и еще какие-то рабфаки, они считались чуть ниже, чем те у кого было высшее образование. То есть сегодня высшее образование покупается и есть оно у всех, только оно никому не нужно. То есть ценность высшего образования пропала вообще. То есть люди, с которыми вам приходится иметь дело, абсолютно ни на что не способны при этих скоростях. А бизнесом заниматься одному крайне сложно. Бизнес – это, в общем-то, групповое мероприятие. Хотя бы 3-4 человека, не меньше. Можно вообще доработать одну, но это будет что? Самозанятость, это не будет бизнесом. Понимаете? Другая тема. Ну как бы совершенно доработать. Да. Понятно? Да. И тогда мы начинаем искать этот персонал в 21 веке. Искатель. Который бы соответствовал нашему пониманию той должности, в которой он должен что? По сути своей занимать. Но! Мы не находим человека, который бы соответствовал. То есть как бы ценим соответствие. Будет он зарабатывать мне денег или нет на предприятиях? Вот как бы мы оцениваем. То есть мы приходим, ставим его на должность и смотрим, зарабатывает нет, нет, увольняем, нового ставим. Нет. И так можно что? Делать до бесконечности, скоро бизнес развалится. Вы понимаете? Сколько раз вы сможете ошибку? Помните мы говорили? У меня 300 тысяч. У вас 10 долларов. Сколько раз вы ошибку можете с сотрудниками допустить? Десять? Пять раз? Сколько? В год? Десять. А если у вас, извините за выражение, нету десяти долларов? Если у вас два доллара? С каждым увольнением скорости. Да, абсолютно верно. Ксюша. Йоперный театр. Да, скорость-то раскает с каждым увольнением. Почему? Потому что ему нужно сделать теперь то, что тот не сделал. И то, что теперь ему нужно сделать. То есть задачи у новой должности, нового человека увеличиваются в два раза. А если вы сами не можете за этими задачами справляться, то что? Вы могли бы подстраховать того человека, то есть за него выполнить работу. Вот эту. Вот эту. Тогда новая должность пришла бы на линейку дистанции. Да? То есть вот это только работа. А ребята, представьте, на номере накапливается там три-четыре увольнения. Опять. Представляете, что происходит? Вот эта вся масса падает на человека, на голову его. Видите?